Всем добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы Диалог. Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. У нас в гостях сегодня долгожданный гость, председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с плодежью администрации Щелковского района Николай Павлов. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Видишь, как звезды встали? Мы спустя ровно год опять встречаемся с тобой в этой студии. Да, и есть возможность. По традиции позволим немножко пошалить в эфире. Давайте попробуем. Ну, слегка. Ну, вообще, на самом деле, у нас программа серьезная, поэтому о серьезных вещах будем говорить. И, собственно, с них и начнем, с серьезных вещей. Сначала напомню, телефоны 56-714-40-714-50. Звоните в студию, пожалуйста, задавайте вопросы. Ждем. А первый вопрос, да, серьезный, задам я. Ну, по счастью, твое направление, оно в приоритете в государстве сейчас. О спорте я в основном говорю. Ну, собственно, и остальное тоже. Давай поговорим, что за этот год, пока мы тут в студии не виделись, произошло в отрасли хорошего, чем отмечен этот год был, какие хорошие события происходили и в спорте, и в массовом спорте, и в молодежной политике тоже в Щелковском районе. Мне повезло, надо сказать, что я пришел в Щелковский район, поскольку Щелковский район всегда был славен своими спортивными традициями. В Щелковском муниципальном районе развивается 25 видов спорта, и это не просто слова. У нас, если мы раньше считали, что занимается где-то 37 тысяч жителей Щелковского муниципального района на регулярной основе всеми видами спорта, ну, в том числе и зарядкой, то сейчас, когда мы посмотрели внимательно на всех наших спортсменов, в том числе и самодеятельных, оказалось, что мы, в общем-то, не в хвосте области всех муниципальных образований, а где-то, в общем-то, впереди многих. Достаточно хорошо мы выглядим на общем фоне, и у нас сейчас занимается порядка 57 тысяч человек в 2015 году занималось физической культурой и массовым спортом на регулярной основе. Этому способствовало то, что в Щелковском районе получили новые дыхания, наверное, вспомнили о том, что у нас были серьезные традиции по мотоспорту, у нас заработала новая федерация, это федерация мотоциклетного спорта, и вы знаете, что в прошлом году было проведено три серьезных мероприятия на карьере Иванискина, где участвовало свыше в каждом из подобных мероприятий спортивных, участвовало свыше 100 спортсменов из различных регионов Российской Федерации и даже из зарубежья. Если мы говорим о таких видах, как зимнее плавание, оно у нас было всегда, и наши моржи, в общем-то, этим и отличаются своим постоянством и преданностью этому виду. И знаю, что есть определенные проблемы, после реконструкции нашего парка, мы все жители Щелковского района, города Щелково, благодарны, что у нас парк реконструировался, задушал новой жизнью, но вот о моржах немножко подзабыли. Я задумывалась, о моржах это тоже спорт? Вы знаете, да. И федерация есть соответствующая? Нет, нет, нет. Я знаю, кто мог бы быть ее президентом, потом расскажу. Я тоже знаю. Поэтому мы сейчас говорим о том, что вот это сообщество очень смелых, сильных и преданных зимнему моржеванию людей, у них эта проблема решится буквально в ближайшее время, в этом году, и в следующий сезон они откроют новые раздевалки. Ну, по крайней мере, так нас уверили в дирекции нашего парка и в Комитете по культуре и туризму, администрации Щелковского муниципального района. Ну, в общем-то... Ну, мы продолжим про зимние виды спорта, у нас же есть же, у нас же, рассказывай, пожалуйста. Мы говорили о том, что хоккей в Щелковском районе всегда развивался. Раньше, когда-то? Раньше. Он был почти профессиональным. Прекращался и в Центре физической культуры и массового спорта городского поселения Щелково и развивался в поселениях, ну, например, в Трубино, в Африаново, где только нет. У нас везде были команды по хоккею, но вот льда, который, вот сейчас вы видите сюжет, льда, которая работала бы в течение всего года, у нас не было. Появился. Благодаря губернаторской программе «50 фоков Подмосковья», благодаря настойчивости Министерства спорта Московской области, ну, и лично губернатор Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Хотелось бы поблагодарить строителей, поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве этого физкультурно-оздоровительного комплекса. Теперь у нас хоккеем на льду занимается около 300 ребят. И столько же у нас записано в секции по фигурному катанию. Надо сказать, что у нас есть отделение фигурного катания, отделение школы Ирины Эдуардовны Слуцкой. Ну, вы знаете, чемпионка мира по фигурному катанию, известный спортсмен, политик, телеведущий. Каталась на нашем льду, ведь и неоднократно. Неоднократно, да, показывал мастер-классы. Знаю, что в апреле будет встреча с жителями Фрианова, Огуднева, Трубино, Литвинова, значит, Гребнева. Встреча с жителями этих поселений. О графике мы сообщим. А 28 апреля ребят и девчонок из названных поселений, ну, пока из этих мы решили пока пройти по Фриановскому шоссе. И мы пригласим в Ледовую арену и 28 апреля мы проведем мастер-класс с участием Ирины Эдуардовны Слуцкой. Она приняла наше приглашение и с удовольствием поработает для жителей Щелковского муниципального района. А еще про хоккей. Арене присвоили имя живой легенды советского мирового спорта. Трехкратного олимпийского чемпиона. Вот мы видели, да, на картинке Владислав Александрович приезжал, приезжал, смотрел. Что сказал? Он наверняка же... Ему понравилась. Ему понравилась теплая обстановка. Конечно, было пожелание, чтобы на арене появились трибуны. Трибуны появятся, и я надеюсь, что в ближайшее время, ну, понятно, что, к сожалению, кризис дал о себе знать. И выкатные трибуны не были предусмотрены проектом. Но наши специалисты посмотрели и сказали, что установка трибун где-то вместимостью до 200 человек возможна и безопасна. И мы эту проблему решим, ну, я надеюсь, этим годом. Поскольку необходимо проводить мероприятия, они уже проводятся. И проводились кубки по фигурному катанию и товарищеские матчи по хоккею. Вот я как раз хотела спросить, что уже в декабре открыли, и с тех пор, что уже хорошего... Ну, а спартакиаду мы с вами проводили. Там секции профессиональные, любительские... Да, да, да. Все возрастные. У нас всевозрастное катание, и есть возможность научиться кататься на коньках людям, желающим любого возраста. Ограничений нет даже по весу, как я узнавал у наших специалистов, у коллег. Поэтому любой желающий может прийти и записаться. Все зависит только от желания. Да, график плотный. Знаю, что наши коллеги прорабатывают вопрос ночных мероприятий. И это не просто слова. Я недавно подписал согласование, что они будут работать и ночью. И надо использовать лед максимально, чтобы иметь возможность заработать хотя бы на трибуну. Ночная хоккейная лига будет здесь тренироваться? Здесь не только речь идет о ночной хоккейной лиге, о массовом катании идет, речь о дискотеках на коньках, ну и так далее. Это маленькая, так сказать, история, связанная с тем, что мы пригласим, расскажем. А третяг будет мастер-класс проводить? Да, губернатор в разговоре с Владиславом Александровичем договорился, что в ближайшее время он приедет и поработает с нашими мальчишками. Вообще я с таким удовольствием тебя слушаю и говорю о нашей ледовой арене, потому что, наверное, за всю историю Щелковского района, подобного спортивного сооружения, у нас не было никогда. Уже было об этом сказано. И никакой это не XIX век, как кому-то может показаться, а очень даже массовое и популярное спортивное сооружение, спортивное учреждение. Но злопыхателей у нас достаточно. Когда мы говорим, что что-то строится, это ведь всегда для злопыхателей плохо. Вот у нас построилась ледовая арена, это, как им кажется, плохо. В Медвежьих озерах в конце января открылся зал для единоборств. Мы об этом еще поговорим, у нас, кажется, есть звонок зрителей, может, мы и послушаем, о чем хотят спросить. Здравствуйте, слушаем вопрос, пожалуйста. Нас ждут, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Слушаем вопрос? Добрый вечер. Добрый. Николай Николаевич, житель Челковского района, как считаю себя коренной, с 1956 года здесь проживаю. Еще КБ был в стадион Старики, потом в стадион Спартакси, сейчас универсальный спортивный комплекс в Подмосковье. Замечательное сооружение, я считаю, лучшее в Подмосковье. Но требуется ваша помощь. Играем и в мини-футбол, и раньше бегали. Вот в вопросе по беговым дорожкам. Нельзя ли решить вопрос по беговым дорожкам? Два года уже не можем ни побегать, ни позаниматься, как следует. Я и с сыном ходил. Решаем ли я этот вопрос. Обращаюсь к вам, как советую. Спасибо за вопрос. Прогревной и трудоволюбовый руководитель. Спасибо. Спасибо. В 2014 году действительно была запланирована работа по укладке нового покрытия. Это правда. Дорожки легкоатлетически изношены. Потребность есть. Вы знаете, что легкая атлетика в Щелковском районе развита. У нас масса достижений. Но вот, как всегда это бывает, сапожник без сапог. И ядро легкоатлетическое у нас в запустении. Причина, наверное, зрителям не интересна. Вкратце скажу, что руководитель принял единственное правильное решение, как нам кажется. Когда встала проблема, когда приехал госаднодзор и посмотрел на состояние кровли деревянной. Вы знаете, что там уникальная кровля, уникальное перекрытие в УСК Подмосковья. И обнаружили, что кровля у нас в ненадлежащем состоянии. Она тупо течет. И что может привести к разрушению перекрытий. И потом мы встанем перед проблемой решения сложной и более дорогостоящей проблемы. Да? Вот с восстановлением этих перекрытий деревянных. Он принял решение, что будем ремонтировать кровлю в полном объеме. Вот эти деньги, которые были запланированы на дорожке, перекинули на кровлю. Потом грянул у нас кризис. Мы пытались решить эту проблему и нашли нестандартный ход. Когда встал вопрос о балансировке бюджетов городского поселения Щелково и Щелковского муниципального района. Летом депутаты приняли решение и Щелковского района, и депутаты городского поселения Щелково. Мы УСК Подмосковья передали в городское поселение. Там более сбалансированный бюджет. Он более наполняем налогами. И в конце августа эта история состоялась. Но поскольку работа по легкоатлетическим дорожкам это сезонное мероприятие. Ее нужно проводить застилку в течение недели. Сухой, яркой, солнечной и теплой. Чтобы обеспечить долговечность покрытия. Поэтому те деньги, которые удалось привлечь, обращаясь к депутатам городского поселения, зарабатывая на мероприятиях, которые проводятся в УСК Подмосковья. Удалось нам покрыть перекрытие специальным составом пожаров. Отремонтировать центр ГТО, о котором я чуть позже скажу. Центр тестирования. Удалось приобрести оборудование. Мы поставили с помощью федеральных денег оборудование для обеспечения доступности объекта второго этажа нашего манежа для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Установили лифт, подъемник. Одним словом, работа ведется. И мы в мае месяце, сейчас встречаемся с депутатами. И буквально вчера выезжала на УСК Подмосковья целая бригада из специалистов, которые, как мы предполагаем, будут участвовать в конкурсе на осуществление этих работ. Провели все замеры необходимые. Дня два-три они определяются по цене. Но принципиальное решение о выделении средств уже есть. У нас есть поручение вице-губернатора Московской области Габдарахманова. У нас есть поручение Алексея Васильевича Валова. У нас есть поручение главы Щелковского района Надежды Владимировны Суровцевой. И главное, что есть потребность у жителей Щелковского района, у любителей легкой атлетики, восстановления этих дорожек. И к лету, я думаю, весной, этого года, мы должны эти дорожки постелить. Думаю, что они будут достойным подарком и всем любителям легкой атлетики. И нам будет спокойнее, поскольку эти дорожки являлись одним из главных вопросов, которые жители обращаются к президенту. Свидетельство у тебя у нас в эфире. Все это будет, да. Спасибо. У нас есть еще вопрос зрителей, мы его послушаем. Давайте. Здравствуйте. Слушаем, кто дозвонился нам. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, алло. Слушаем вас. Да. Здравствуйте. У меня такой вопрос, меня зовут Юлия Анна. Николай Николаевич, я бы хотела спросить, будет ли в этом году слет активной молодежи? Мы каждый год ездим на это мероприятие, и какая тематика будет в этом году? Хорошо, спасибо. Ну, немножко от спорта к вопросам молодежи. Ну, это все едино у нас, и да, все в комплексе. Должен сказать, что в 2014 году, если кто помнит, кто посещает у нас достаточно обширная география, то есть практически все поселения участвуют в слете активной молодежи, в турслете, как раньше он назывался. 2014 год был олимпийским, и все участники, все команды готовились к олимпийской тематике. В 2015 году, год Великой Победы, год 70-летия Великой Победы, были тематические задания, связанные с 70-летием Победы Великой Отечественной войны. Это было очень здорово, подготовились команды. Помните, да? Ну, совершенно замечательно. В этом году год советского кино, ну, год российского кино. Поэтому, коллеги, уважаемые зрители, кто принимал участие, кто готовится к слету активной молодежи, готов сказать, что с 10 по 12 июня там же у нас на берегах замечательной реки, Воря, да, замечательной реки Воря, вот, рядом с деревней Савенки, пройдет на поляне, пройдет слет активной молодежи, и тема, готовьтесь, тема, это год российского кино. Ну, простор вашей фантазии, не знает границы, мы в этом убедились в прошлом году. Возьмешь за компанию съездить, посмотреть, что она придумывает. Да, бог здоровья каждому, чтобы дожить. Ну, да, мы же постараемся. Спасибо. Мы продолжаем разговор о событиях в мире спорта, ну, и, видимо, молодежной политики тоже, что произошло за год и за последнее время. Я так понимаю, ты уже начал плавно переходить в поселение, то, что не только в центре Щелковского района, в городе Щелково открывались. Мы с вами говорили о том, что, по большому счету, рассказывают разности, да, вот строиться, это хорошо. Мы должны взять за аксиому, если построили, это хорошо. Значит, у нас в городском поселении Щелково уже построен физкультурно-оздоровительный комплекс с залом игровым и залом для единоборств. Так вот, я должен обрадовать всех жителей Щелковского района, что у нас есть разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Мы уже работаем, у нас есть расписание занятий. Первые тренировки у дзюдоистов прошли. И знаю, что в ближайшее время мы торжественно откроем, также пригласим почетных гостей. Сейчас вот на игровой площадке мы занимаемся установкой сеток. Это последние штрихи. Будет впереди благоустройство, потому что практически все работы по благоустройству проведены. Но есть еще некоторые моменты. Но это не помешает проведению тренировок, поскольку основные системы жизнеобеспечения и обеспечения безопасности, здоровья жизни детей и тренеров, в общем-то, они функционируют в полном объеме. Поэтому работа началась, как это у нас было и с ледовой ареной, если вы помните. Мы в августе тестировали лед. 25 декабря открывались торжественно, после получения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию. А потом принимали высоких гостей, чтобы благословили нас и наш ФОК на ледовую арену на работу. Так и здесь мы откроемся и пригласим людей, тех, кто принимал участие в закладке. В общем-то, есть такие люди, есть друзья, которые готовы приехать, помочь, посоветовать. А расскажи, пожалуйста, я всегда хотела спросить, просто как-то, видимо, случая не было, почему выбрали такую направленность, именно единоборства будут преобладать в этом ФОКе? И, собственно, наверное, на какой уровень этот спорт должен выйти в Щелковском районе после того, как в полную силу спорткомплекс заработает? Ну, давайте так, в общем-то, этот вопрос можно было бы адресовать Никиту Александровичу Никулину, завестителю, руководителю администрации. Он начинал, он продолжает и он ревностно следит за развитием физкультурно-оздоровительного комплекса. Центр физической культуры массового спорта в свое время объединил массу ребят и тренеров, которые занимались в различных, так сказать, гаражах. Вот есть у нас, ну, будем так говорить, в подвалах гаражах. И у Никиты Александровича получилось развить вот этот дальний воронок на базе, будем так говорить, стадиона «Химик» или детского стадиона. Я почему хочу уточнить, он же был тогда директором Центра массового спорта, да? Точно так, да, совершенно верно, да. Это сейчас он замруководитель администрации? Конечно, да. Тогда он возглавлял Центр и очень удачно, много лет, да. И политика была такова, что если есть потребность, это направление развивалось. Вот мы говорим там и о футболе, мы говорим и о пляжном волейболе, если вы обратили внимание, и по баскетболу, и по BMX рампам, и по паркуру, и так далее, и так далее, и так далее. Все это появилось у нас на детском стадионе или на стадионе Центра физико-культуры массового спорта. Пришел Джумбер Абуладзе со своими ребятами, со своими результатами, с Яга Абуладзе, который является членом сборной России по дзюдо. Но как? Ребята занимаются, и не один человек, это десятки ребят, которые занимаются этим видом спорта. Мы не говорим о политике, о том, что это президентский вид спорта или еще. Это вид спорта, который востребован. Поэтому, конечно, когда закладывался ФОК, решили, что это будет ФОК обязательно с залом для единоборств. Конечно, там будут заниматься и другие спортсмены, и другие виды спорта. Это получат свое развитие дальнейшее, и Тхекванто, и Кеокусинкай, и Карате. Но основа основ – это все-таки мы должны сказать спасибо этим замечательным людям, братьям Абуладзе и их замечательным ребятам, которые приносят и славу, и честь для Щелковского района, для городского поселения Щелкова. Я не ошибаюсь, Яга Абуладзе был выбран спортсменом года Щелковского района? Да, совершенно верно. Потому что он у нас и был первым на первенстве России под дзюдо, он занимал пятое место на первенстве мира под дзюдо, ну и так далее. То есть там совершенно замечательные результаты, был и бронзовым, и серебряным призером этапов Кубка мира. Поэтому результаты таковы, что этот вид спорта с помощью этих замечательных людей развивается. Это пример того, как потребность была воплощена в жизнь. Как у нас боксеры, да, вот они долго ходили, решали вопрос. И сначала у нас появился в прошлом году стараниями депутатов городского поселения Щелкова, бизнесменов, клуб «Медведь», спортивный клуб «Медведь». И также вот в конце января этого уже года в «Медвежьих озерах» у нас появился центр единоборств. Вот опять не дам договорить, опять не дам договорить по той же самой причине. Да потому что звонят люди и хотят вопрос задать. Мы обязательно, мы покажем и расскажем про «Медвежьи озера», те, кто ждет меня. Вы дождетесь, но сначала вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас. Слушаем вопрос. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Вопрос хотим. Давайте завершим. Про «Медвежьи озера» это важно. 31 января это все случилось, открыли центр. Огромное спасибо Владимиру Николаевичу Канахину, его настойчивости, тем спортсменам, которые прилагали усилия. Там также есть зал для единоборств, для бокса, есть ринг. Одним словом, великолепный центр, подарок для всех жителей «Медвежьих озер» и не только. Поскольку буквально в эту субботу, которая прошла, был межрайонный турнир, посвященный, ну, мемориальный турнир по боксу, где принимали участие ребята из самых разных уголков нашей Московской области и соседних областей. Поэтому открылись, проводятся тренировки, занимаются. Несмотря на то, что есть ряд у нас «выдающихся» деятелей, которые ходили, поливали грязью сначала спорткомитет, потом добрались до главы медвежьего озерского поселения, что он губит бокс и не развивает его. Но вместо того, чтобы реальным действием, своим шагом, поступком помочь, они занимались эпистолярным жанром, пытались развивать его, свой вклад носить, связывались с высокопоставленными лицами, которые им, не задумываясь, подписывали какие-то письма. – Все обошлось? – Все обошлось, все открылось, и ребята занимаются. – А мы поймали звонок, который у нас убежал, мы его поймали. Давайте его послушаем. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, вопрос. Слушаем вопрос, пожалуйста. – Алло. – Да, вы в эфире. Пожалуйста, вопрос. – У меня вот такой вопрос. – Пенсионерам где можно позаниматься бесплатно или за небольшую плату? У нас зима 7 месяцев в году. Хотелось под крышей где-нибудь поддерживать свою физическую форму. – Спасибо. Вот такой тем вопрос. – Ну, смотрите, ведь если мы говорим, я не понял, какими видами спорта пенсионеры хотели бы заниматься, но вот в тех учреждениях, которые у нас есть, это и у СК Подмосковья, и на Ледовой арене, и, значит, полагаю, что это будет и в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, у нас есть социальные часы так называемые. Но вот на Ледовой арене, мы знаем, это утренние часы, но для пенсионеров-то это вполне себе. – Главное, чтобы не было ограничений по возрасту. – И по состоянию здоровья. – Все-таки мы должны понимать, что все это должно пройти, ну, человек должен понимать, что он должен обратиться к терапевту, получить свои справки и так далее, и так далее. Потом у нас ведь масса площадок, и мы их продолжаем строить, и площадки для воркаута, а на детском стадионе, вот о котором я говорил, есть еще антивандальные тренажеры, и пенсионеры с удовольствием пользуются этим. Потом, не отнимая хлеб у моей коллеги Натальи Александровны Чуйченко, я про парк нашего, парк городской, Щелковский, значит, там тоже масса возможностей для отдыха, и ходьба скандидавская, и все, что угодно, и зумба летняя, и так далее. – А лыжня? А лыжня там есть? – Лыжню мы прокладываем, прирезаем, но вы видели, какая зима была в этом году. Вот лыжня – это отдельная история, и мы сейчас и в прошлом году об этом задумывались, но вот пока, к сожалению, это одна из проблем, которые хотелось бы решить, – это стационарная лыжня, может быть, в районе офицерского поселка, поскольку этим летом у нас, вы видели, лыжня была и в парке, и по Клязьме она была, и на детском стадионе была, в поселениях была лыжня, и в Образцово была лыжня, на одной из площадок Центра физической культуры и массового спорта. Но вот той лыжни, которая была раньше, вот огромной, помните, вот эти различные направления, длина трассы, ну вот офицерский поселок, ну в этом году ее, ну она была, но не в том объеме, в котором бы хотелось. – Я что-то в этом году не очень в форме, и зима какая-то была, не зима, поэтому… – Ну да, но вместе с тем хотелось бы, чтобы зима была зимой. Вот, мы, конечно, можем мечтать о лыжном стадионе, как в истине, да, в это в Истринском районе, но это мечты, либо о трубе, о которой мы говорим, о всесезонной подготовке, вот, ну как скажем, в Красногорске, вот. Ну, одним словом, есть возможность, где заняться пенсионером спорта, спортом, приходите в Центр физической культуры и массового спорта, приходите на Ледовую арену, если есть возможность, заходите на сайты этих учреждений, они в поисковике в Яндексе находятся элементарно, Ледовая арена, Щелковский район или город Щелково, по ссылке сразу же выходите на сайт. – Спасибо, да, там расписание тоже пишут. – Конечно. – Прервемся на несколько минут, посмотрим полезную рекламу вместе с нашими телезрителями, а потом вернемся в студию и продолжим наш диалог с председателем спорткомитета. Можно я тебя так назову? – Хорошо. – Не уходите далеко. Возвращаемся в студию программы «Диалог». Спасибо, что вы остались с нами за время этого небольшого перерыва. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня председатель комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Николай Павлов. И мы говорим о том, что хорошего происходило за тот год, что мы в студии в этой не виделись. Николай, вот мы сегодня с коллегами, знаешь, что делали? Мы делали, сегодня пытались сделать зарядку. На самом деле мы пытались сделать некоторые упражнения, которые входят в нормативы ГТО, и прикидывали, сможем ли мы, ну у нас не все, 20-летняя молодежь есть, люди постарше, сможем ли мы сдать? Вот, ну, не у всех получилось. Мы начали об этом говорить еще год назад в прошлом эфире, что будут вновь сдачи норм ГТО, и они действительно есть, и это действительно государственная политика теперь. Хочу спросить о том, что за этот год было сделано, какая работа, сколько человек сдали, подписались. Ну, вы помните, что в конце марта прошлого года, можно сказать, что буквально вот на днях будет годовщина нашему центру тестирования ГТО. И за этот год 17 тысяч, это по данным Министерства спорта Московской области, они не учитывают ряд поселений, почему-то мы это учитываем. Можно говорить о 20 тысячах зарегистрированных на сайте ГТО, это тех людей, которые изъявили желание или показали свое намерение сдать нормы ГТО в этом году или в следующем году. Одним словом, люди зарегистрировались, и это первый шаг, который необходимо сделать каждому жителю. Зарегистрироваться я могу толстаться. Совершенно верно. Все равно до полу не достаю. Ну, смотрите, вот школьники зарегистрировались, да, это третья и пятая ступени, значит, физкультурно-спортивного комплекса, который, знаете, да, 11 на ступени. Вот. И школьники, среди школьников-старшеклассников, которые озаботились тем, что было обещано значкистам, то есть золотым, обладателям золотого знака ГТО, будут преференции особые при поступлении в высшее учебное заведение. Была активная позиция этих старшеклассников, учителей физкультуры, огромное им спасибо за то, что немножко промотивировали своих учеников. Сдавали 800 человек, ну, свыше 800 человек, школьников, старшеклассников сдали нормативы ГТО. Среди них есть претенденты на золотые знаки, есть серебряные, бронзовые достаточное количество. Об этих результатах мы узнаем после того, как будут утверждены протоколы. И по результатам этих протоколов выйдут соответствующие приказы министра спорта Российской Федерации и Виталия Леонтьевича Мутко, и Романа Игоревича Терюшкова, если вдруг речь зашла о серебряных и бронзовых знаках. Одним словом, по школьникам понятно, 5-го числа, накануне Дня здоровья, на УСК Подмосковья, по адресу Краснознаменская, 24, с утра начнутся тесты для взрослых. Когда человек регистрируется на сайте ГТО, он сразу понимает, какие виды спорта, какие виды спорта, ну, или какие нормативы он будет задавать. Совсем не обязательно, коллеги, бояться приходить и испытывать свои силы, проверить свои силы и думать, сдам или не сдам. Проверьте, придите, поучаствуйте в едином дне сдачи норм ГТО. 5 апреля УСК Подмосковья в вашем распоряжении. Для того, чтобы понять, еще раз повторюсь, какие виды вы будете, значит, сдавать, чтобы получить знак, или вы для этого должны зарегистрироваться, там весь перечень испытаний перечислен. Для каждого возраста. Вот это все про ГТО, а то мы больше ни про что не успеем, а у нас... У нас, должен сказать, что еще 16 апреля состоится спартакиада по многоборию, комплексы ГТО среди учащихся. Поэтому обязательно приходите. 85 лет этому комплексу, 85 лет, серьезная дата. Это у него же реинкарнации получается. Сколько лет его не было, а теперь есть. Здорово. Спасибо. У нас вопрос есть, мы его послушаем. Давайте. Слушаем. Здравствуйте, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Куприянова Тамаря Александровна. Я хотела бы узнать, вот не предполагается ли строительство бассейна в Щелкове? Потому что тот бассейн, вот в котором я лично кажу, не в Тун, он очень маленький, школьный, а ходит народу очень много. Спасибо за вопрос, а я поддерживаю. Я тоже хотела спросить про бассейн. Меня опередили. Коллеги, ну давайте так, давайте не будем давать лишних обещаний. Мы говорили про бассейн, и вопрос этот стоит на повестке дня. В прошлом году серьезно рассматривался вопрос о включении строительства бассейна в программу городского поселения Щелково. У нас грянул кризис. Я повторюсь об этом. Наполняемость бюджета и районного, и городского, в общем-то, находится под серьезным пристальным вниманием наших налоговиков, но вместе с тем пополнением наших финансовых органов. Но вместе с тем мы понимаем, что не все так просто с бюджетом. Поэтому не просто построить объект, найти деньги, надо еще подумать о том, как его содержать. Ведь мы говорили и радовались тому, что у нас построена ледовая арена, но какая сумма необходима для того, чтобы содержать эту махину, я об этом говорить не хочу. Да вам, наверное, это не шибко интересно, но бассейна в этом году не будет. Но то, что мы планируем строительство этого бассейна, это так. Сейчас мы будем говорить о том, что необходимо строить мини-стадионы на микрорайонах. В Солнечном, например. Например, в Жигалово, где нет ни одного спортивного объекта. Мы будем говорить о том, что необходимы спортивные объекты, ну пусть мини-стадионы, да, с площадкой 20 на 40, с комплексом или воркаут и спортивных тренажеров уличных, финский, богородский. Но это же реально, вот левобережье наше, оно страдает отсутствием спортивных объектов. Справедливое замечание жителей о том, что все спортивные объекты, крупные, они сосредоточены на правобережье. Это правда, ну что же там говорить. Ну вот, если мы говорим о городском поселении Щелково. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, чтобы реконструировать плоскостные сооружения, строить новые плоскостные сооружения. Но это мини-затратная история и в строительстве, и в их содержании, в обслуживании. Вот, а строительство бассейна поставим в планы, и как только появится первая возможность, мы этот вопрос обязательно поставим перед депутатами. У депутатов тоже нет никаких возражений. Все мы живем в Щелково, все знаем, что бассейн после вот ледовой арены, после строительства, он стоит в первом, значит, первоочередном порядке в наших планах. Как потом будем говорить о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для наших спортсменов, представителей спортивной гимнастики. У нас, к сожалению, и для них нет спортивных сооружений. Будем считать, что ты это заявил. У нас, к сожалению, остается минут семь всего до окончания эфира. Надо еще некоторые вопросы мне задать. И давай я попрошу тебя о все-таки о молодежной политике, о молодежных учреждениях, которые работают тоже и достойные внимания нашего и телезрителей, рассказать, что сегодня, как дела обстоят. Дела обстоят хорошо. Ну, те планы, которые мы ставим, мы всегда ставим серьезные задачи. Может быть, я как руководитель не совсем удовлетворен теми результатами, которые мы достигли. Если говорить о направлениях, которые у нас были, мы их всех сохранили. Были различные толки и разговоры о том, что мы ликвидировали два учреждения, ступени и стрелец, ступени те, кто занимался у нас занятостью, а стрелец с патриотическим воспитанием. И, должен сказать, никто ничего не ликвидировал. На самом деле все осталось, все направления остались, более того, сейчас развиваются. И эти учреждения влились в одно учреждение, то есть ровесник путем слияния с другими учреждениями расширил зону обслуживания и сферу направления своей деятельности. Так что и молодежная занятость, и патриотическое воспитание, и работа по месту жительства, все эти направления остались. В «Навигатор» пришла новый директор. Поэтому Мария Михайловна Ковалева молодой руководитель, проработавший и в бизнесе, а начинавший в молодежном центре, в то время, когда еще присно памятные времена, когда мы собирались в молодежном центре, проводили конкурсы красоты и так далее, всевозможные фестивали и конкурсы, когда молодежный центр действительно жил жизнью, может быть, неофициально он работал до полуночи, иногда и за полуночь работал. Поэтому нынешней плеяди руководителей необходимо помнить всегда о том, что есть формальность в подходе к работе, а есть работа, жить работой это называется. То есть работа – это продолжение твоей жизни, и это твой второй дом, а может быть, первый дом. Вот тогда что-то получится. И очень важно привлекать молодых руководителей. И только они могут себе позволить придумывать смелые какие-то проекты и истории. Так что с молодежью у нас интересная есть перспектива. Вот мы закрыли, ну, коллеги наши, коллеги, которые уходили, закрыли ВИТЭКС, экологическую организацию. Мы сейчас решили, что, ну, закрыли-закрыли от обиды, или как-то это у них получилось. Вот не о сознании, может быть, какой-то истории. Но мы сейчас занимаемся созданием новой общественной организации. У нас есть волонтеры, которые также мечтают создать свою общественную организацию для того, чтобы участвовать в конкурсах на официальной основе. Вы знаете, что серьезная работа ведется с ветеранами Великой Отечественной войны, с социально незащищенными слоями, этими волонтерами проводятся различные мероприятия, акции и прочее. То есть молодежь у нас активная, мы ее стараемся привлекать ко всем мероприятиям, и думаю, что у нас все получится. Еще два коротеньких вопроса. Один касается, вот я вижу, у тебя лежит листочек, и, собственно, мы об этом регулярно рассказываем. Второй единый день диспансеризации грядет. Это тоже в некотором роде в компетенции твоего комитета по спорту. Да, да. Что показал 27 февраля, да, у нас был первый день диспансеризации, что он показал, и зачем вот сразу второй? Ну, во-первых, диспансеризация, она круглогодична. У нас мало времени. Очень просто, очень коротко. Значит, она круглогодична. Каждую субботу принято решение проводить диспансеризацию. Поликлиники приглашают, все поликлиники Щелковского муниципального района приглашают на диспансеризацию жителей определенного года рождения. А 21 года плюс 3 года и так далее, и так далее, и так далее. Вот в социальной рекламе это все рассказано. Можно задать вопросы поликлинику. Здесь важно в поликлинику обратиться, терапевты вам скажут. Важно сказать, что диспансеризация, она бесплатна. Что с собой брать? Паспорт, полис, ОМС, биоматериал для анализа. Куда обращаться? В поликлинику по месту жительства. Как, да, обращаться? 9 апреля с 8 до 14 часов. Даже если вы не жалуетесь на здоровье, вы читали на плакате, приходите и обязательно проверьте его. В этот раз было проверено свыше тысячи человек. Вроде мы лучшие в области. Мы оказались лучшими в области. Коллеги, здесь мы обращаемся не только к работникам социальной сферы, но и работникам предприятий, организаций, различных форм собственности. Приходите, проверяйтесь. Вас ждут высококлассные специалисты. Еще раз повторюсь, это совершенно бесплатно. Я обращаюсь к руководителям предприятий, организаций. Обеспечьте явку. Для вас это важно. У вас должны работать здоровые люди. Ну или, по крайней мере, вы должны иметь информацию о состоянии здоровья. Спасибо. Последний вопрос очень коротко. Год назад ты обещал телезрителям, что ты купишь велосипед и летом его задействуют. Ну, Ирин, мы с тобой этот вопрос решили. Я приобрел велосипед, мы с тобой на мероприятии ездим. Ты не едешь на такси, садишься рядом. И мы с тобой вдвоем регулярно позволяем себе выездить. Ну, вот мы позволим себе, да, сезон откроем и откроем же, да? Откроем. Откроем сезон. И когда-нибудь построим велодорожки. Это вторая наша задача, о которой мы говорили с тобой в прошлом эфире. Но, к сожалению, она пока в полном объеме не реализована. Но сезон велосипедный все равно откроем. Конечно. Спасибо. Хорошего лета. Спасибо, Иван. Здорово всем, и тебе, и твоим коллегам, и всем нашим телезрителям. Спасибо, что смотрели. Председатель комитета по физкультуре, спорту и работе с молодежью Николай Павлов у нас был сегодня в гостях в эфире. Ну, и в заключение, всего вам доброго. Оставайтесь на Щелковском. Нам важен ваш интерес. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»